Доброе утро! Мы все зависимы от чего-то и от кого-то. Каждый из нас, люди вообще социальные существа, поэтому мы создаем какие-то связи постоянно, и эти связи часто остаются. Бывает такое, что была у меня подруга, друг, скажем так, жена, например, и мы разошлись с ней, и остается какая-то рана в сердце немножко. Всегда, всегда что-то остается. И иногда это мешает создать новые отношения. Иногда я создаю новые отношения, но все равно что-то немножко осталось. И вот это немножко мешает продвигаться по жизни. Знакомо, да? Да, знакомо. Каждому из нас. Да, я, например, собираюсь в отпуск и вспомнила свою первую любовь, 10 класс, после школы. И я решила найти эту старую любовь. Удовольствия? По ее, да, по интернету. И я, когда увидела свою старую любовь, я подумала, зачем же я столько лет ее вспоминала с такой грустью. То есть, вот, наверное, к чему я это веду? Что иногда, может быть, на зависимость нужно как-то уметь трезво посмотреть и как это добиться. Именно стоит трезво посмотреть на это. Но очень часто понимать недостаточно. Недостаточно понять, что нужно отпустить и нужно принять. Да, недостаточно. Хотя это очень важный момент. Можно представить себе... Вот я даже делаю такую, как технику, как ритуал такой. Зажигаем свечку. Человек представляет своего бывшего партнера и связь, которая между ними, энергетическая связь, потому что она осталась, эта связь. Она существует, она реально существует. И то, что можно сделать, можно эту связь ослабить. Можно, в первую очередь, простить этого человека. Если он сделал что-то неприятное, что-то тяжелое, простить, принять. И потом взять такие воображаемые ножницы, разрезать эту связь, затушить свечку. И забыть. А связь подсоединить к себе. И почувствовать самодостаточность. Потому что очень важно, в зависимости, что происходит, что мы переключаем внимание на него или на нее. А очень важно вернуть внимание к себе и почувствовать себя. Почувствовать свои силы, свою самодостаточность и любовь к себе. И вот когда мы... Одно дело это понимать головой, но другое дело, когда вы представляете вот эту связь и отсоединяетесь полностью. Потом представляете, как этот человек уходит куда-то вдаль, исчезает, например, на корабле куда-то уплывает. И мы его отпускаем. Да, таким образом мы как бы говорим подсознанию, забудь, мы закрыли эту часть жизни, она была, и я благодарен тому, что было. И что, помогают такие техники? Конечно, конечно. То есть человек может даже для себя что-то придумать свое, да? Конечно, не обязательно точно такое, да. И стараться отрезать цветок и... Да. А если человек не избавляется, вот действительно отрезал цветок и сделал гербарий. И вот этот гербарий постоянно у него перед глазами. То есть человек постоянно пытается сравнить свежие цветы с тем засохшим цветком, который у него есть. И, может быть, он не хочет это отпускать. Вот к чему тогда человек приходит? Часто человек действительно не хочет этого отпускать, потому что очень хочется вот этой вот зависимости. Эта зависимость, она как наркотик. И она, кстати, противоположна любви. Потому что любовь не причиняет страдания никогда. Любовь – это любовь. А зависимость причиняет страдания, и люди любят иногда пострадать. То есть человек даже не хочет... Как бы не хочет, да. На самом деле он этого добивается. На самом деле он этого добивается. Он ищет. Но если он принял для себя решение, все, я больше не хочу страдать по этому поводу. Я хочу освободить свое место в сердце. Потому что часто он боится чего? Вот этого одиночества в холодных льдах, да. А на самом деле это не одиночество, а свобода. Просто он не знает, что это так. Стоит ему отпустить, как он начинает чувствовать свободу. Нужно только отпустить, сделать этот шаг один раз решительно. Что все, я сейчас закрываю это. Но это вы говорите, Борис, о тех людях, которые расстаются. А вот зависимость в отношениях, скажем, внутри семьи, между близкими, мужчиной и женщиной, между детьми, которые выросли и до сих пор привязаны к своим родителям. Вот здесь что сделать? Здесь нет расставания, здесь постоянный контакт. Да, здесь постоянный контакт. И это здорово, что есть этот контакт. Но нехорошо, когда он слишком сильный. Когда вот эта зависимость, когда это перерастает в зависимость. Связь, это замечательно, что она есть. На самом деле, вот когда мы представляем, я представляю этого человека, да? От которого я зависим, с которым я нахожусь постоянно в каких-то отношениях. То, что можно сделать, можно представить, например, это в виде, вот как я вспоминаю его? Я вспоминаю картинку, правильно? Образ. Как я представляю его, как картинку, как образ. Сделайте, с этой картинкой можно поиграть, поиграть, как играют с телевизором. Знаете, можно добавить цвета, убрать цвета, сделать черно-белую картинку. Вот посмотрите, что произойдет, если вы возьмете и вот образ того, от кого вы как бы зависимы, сделаете эту картинку черно-белой и отведете ее подальше. Я думаю, наши зрители попробуют. Спасибо. Попробуйте. Преодолеть эмоциональную зависимость – дело непростое. Человек должен пройти через боль, депрессию, одиночество. Но, освободившись от болезненных отношений, можно обрести не только свободу, но и уважение к себе. Будьте счастливы и берегите себя.